30 дней кино и сериалов за 0 рублей в приложении кинопоиск на смарт тв ищите промокод на подписку в описании и наслаждайтесь просмотром мы живем в эпоху великих астрономических открытий благодаря современным орбитальным телескопом нам уже известно более 5000 далеких миров большинство из них поистине удивительные места уникальные и загадочные а порой даже экстремально опасные есть планеты озаряемые светом сразу двух или трех светил а есть те что вечно скрыты в космическом мраке одни из них внушают уже с экстремальными условиями другие же удивляют своей необычностью ранее мы уже совершили путешествие по самым ужасающим экзопланетам пришла пора продолжить наш путь как правило среди великого разнообразия иных миров особое внимание привлекают либо потенциально обитаемые планеты с комфортными условиями и умеренным климатом либо напротив экстремально опасные объекты выделяющиеся на общем фоне однако есть и третья категория это аномальные небесные тела демонстрирующие странное поведение порой с трудом объяснимая с научной точки зрения такие объекты бросают вызов нашим знаниям и заслуживают особого внимания и именно к ним относится следующий мир 2009 год окрестности системы кеплер 413 неизвестный объект проходит между нашей планетой и далекой звездой на короткий срок уменьшая ее светимость астрономы приняв это событие за стандартный экзопланетный транзит объявляют об открытии нового небесного тела высокоточные расчеты позволяют даже определить его параметры планета оказывается холодным гигантом массой около 25 земных и радиусом порядка 40 процентов от юпитерианского однако спустя 180 дней очередной ожидаемый транзит не произошел планета столь ясно видимая на старых данных словно бесследно испарилась объяснением загадочного феномена могло бы стать темное пятно в фотосфере светило или гигантское полевое облако движущиеся в его окрестностях но эти гипотезы были развеяны без остатка когда через 800 дней таинственный объект вернулся столь же неожиданно как и пропал гипотетическая планета пять раз затмила диск материнской звезды после чего вновь исчезла впрочем ключ к разгадке уже был найден оказалось что кеплер 413 b имеет крайне необычную орбиту небесное тело расположены возле двойной звезды и находится на расстоянии 0,36 астрономической единицы от общего центра масс системы траектория его движения постоянно испытывает гравитационные возмущения а изменчивое притяжение двух близких светил значительно смещает плоскость орбиты вызывая циклические колебания когда отклонение достигает максимум объект выходит из зоны видимости а затем вновь возвращается в нее расчеты показывают что орбита кеплер 413 b колеблется с периодичностью порядка 11 лет отклоняясь от среднего значения на 2 с половиной градуса в каждую сторону ось собственного вращения планеты также значительно меняет свое положение максимальный угол ее наклона достигает 30 градусов в сочетании с заметным эксцентриситетом орбиты ее периодическим смещением это приводит к причудливому изменению климатических условий на поверхности регион принимающий максимальное количество света от материнской звезды постоянно сдвигается от экватора до полюсов и обратно что приводит к резким перепадам температур вполне вероятно что этот процесс порождает огромные ураганы планетарных масштабов размеры которых способны превысить большое красное пятно юпитера воздушные потоки могут нести ледяные облака со скоростью в несколько километров в секунду постепенно теряя стабильность и разрушаясь между тем столкновение деформация вихрей способны создавать грандиозные атмосферные выбросы которые в силах преодолеть притяжение планеты и достичь открытого космоса согласно расчетам они проведут там некоторое время прежде чем гравитационные силы не поглотят их обратно все эти невероятные явления делают планету весьма неприветливым местом однако даже она может показаться островком спокойствия по сравнению со следующим миром 190 световых лет от земли окрестности системы hd 806 06 возле данного желтого карлика по своим параметрам удивительно похожего на солнце обращается планета с крайне непостоянным климатом словно гигантская комета она то стремительно приближается к материнской звезде обжигаясь жаркими лучами ее короны то удаляется прочь на периферию системы объект представляет собой газовый гигант масса которого в 4 раза превышает массу юпитера радиус незначительно отличается от юпитерианского в самой дальней точке орбиты планета удалена от материнского светила на 0,88 астрономической единицы и получает примерно столько же тепла от него сколько земля от солнца предполагается что в этот момент в ее атмосфере могут конденсироваться облака состоящие из капелек водяного пара кристалликов льда или даже микрочастиц кварца а температура на поверхности гипотетических спутников газового гиганта может достигать земных значений однако по мере приближения планеты к звезде условия на ней очень быстро меняются в течение 55 дней расстояние между ними сокращается почти в 30 раз а поток энергии от светила увеличивается в 800 раз наблюдения показывают что в самой нижней точке орбиты температура экзопланеты всего за 6 часов возрастает примерно в два раза с 500 до 1200 градусов столь резкие изменения приводят к сильнейшим ураганом скорость которых может достигать 5 километров в секунду поглощая невероятное количество тепла атмосфера газового гиганта расширяется так быстро что образует ударные волны способные многократно обойти всю планету водяной пар под действием температуры распадается на кислород и водород а кристаллы кварца испаряются без следа чтобы позже вновь сконденсироваться в гигантские песчаные облака по всей вероятности hd 806 06 b единственная планета в своей системе гравитация другой звезды расположенной неподалеку не только деформировала ее орбиту но и внесла хаос в протопланетный диск поэтому шансы встретить поблизости другие крупные объекты очень малы впрочем дестабилизация планетарной системы из-за взаимодействия небесных тел встречается не так уж редко 1530 световых лет от земли окрестности системы кеплер 36 центральным объектом этой системы является желтый субгигант его масса близка к солнечной а радиус на 62 процента превышает радиус нашей звезды возле светила стремительно обращаются две планеты каменистая супер земля и горячий мини нептун каждые 97 дней они сближаются на критически близкое расстояние всего лишь 1,9 миллиона километров что примерно в 20 раз меньше минимальной дистанции между землей и венерой в такие моменты их взаимное притяжение становится причиной глобальных катаклизмов однако проходит несколько дней и небесные тела вновь расходятся до следующего резонанса согласно расчетам гравитационное взаимодействие между планетами в точке наибольшего сближения примерно в 13 раз выше чем между землей и луной в особенности это влияние должно проявляться на поверхности каменистой планеты под действием титанических сил ее кора может трескаться и смещаться вызывая землетрясение невероятной мощи образовавшиеся разломы способны достигать сотен километров в длину и становиться причиной множественных извержений гигантских вулканов вполне вероятно что некоторые регионы планеты не успевают остыть за столь короткий срок относительно воспокойствия и представляют собой вечно бурлящие моря раскаленной магмы причины формирования столь необычной системы все еще служат предметом дискуссий в настоящее время известно что супер земля получившая название кеплер 36 b находится на расстоянии в 0,12 астрономической единицы от материнского светила и совершает полный оборот вокруг него за 14 дней ее масса в 3,8 раза превышает земную а радиус в полтора раза больше чем у нашей планеты согласно расчетам температура объекта составляет 980 кельвинов или чуть больше 700 градусов цельсия а средняя плотность примерно на 30 процентов выше земной на основании этих данных предполагается что небесное тело может быть хтонической планетой ядром газового гиганта который потерял свою атмосферу подобные объекты содержат много тяжелых металлов таких как железо и свинец а также соединение серы и кремния вполне вероятно что легкие элементы когда-то составлявшие плотную и густую оболочку небесного тела могли улетучиться в космическое пространство под действием звездного ветра также не стоит забывать про притяжение второй планеты которое потенциально могло вносить вклад в этот процесс данный объект носит название кеплер 36 си и скорее всего относится к классу горячих мини нептунов небесное тело движется по практически круговой орбите радиусом 0,13 астрономической единицы и делает полный оборот за 16 дней его масса в 7 раз больше чем у нашей планеты а радиус составляет 3,7 от земного из-за близости к звезде температура объекта также очень велика и составляет 928 кельвинов или 655 градусов цельсия согласно современным представлениям о строении экзопланет данное небесное тело окружено толстой многослойной атмосферой состоящей преимущественно из азота водорода и гелия с увеличением глубины давление внутри газовой оболочки растет и она постепенно переходит в океан сверх критической жидкости окружающий твердое ядро между тем при определенных условиях возможны и поистине фантастические явления например гравитация более массивной планеты потенциально способна отбирать спутники у своего менее крупного компаньона а приливное напряжение может разрушать их с образованием обширных астероидных потоков кроме того взаимное гравитационное влияние двух планет деформирует их орбиты изменяя эксцентриситет и другие параметры из-за этого вся система ведет себя хаотично и непредсказуемо а ее эволюцию невозможно рассчитать на сколь-либо продолжительный срок моделирование показывает что с вероятностью 91 процент обе планеты столкнуться друг с другом в течение ближайших 70 миллионов лет породив сотни тысяч обломков которые рассредоточатся по всей планетарной системе тем самым еще сильнее увеличив хаос внутри нее возможно подобные грандиозные катаклизмы уже не раз происходили в следующей системе 434 светового года от земли в четырех астрономических единицах от молодой солнцеподобные звезды расположен удивительный объект неофициально называемый супер сатурном он представляет собой коричневый карлик или крупный газовый гигант массой около 20 юпитерианских наблюдения показывают что это молодая планета возрастом около 15 16 миллионов лет которая все еще продолжает формироваться большая часть ее атмосферы состоит из водорода и гелия а внутри расположена массивное металлическое ядро данный объект окружен системой колец как у сатурна но гораздо более внушительных размеров по результатам транзитного прохода было выявлено как минимум 37 явно выраженных колец причем внешний радиус самого крупного из них достигает порядка 0,6 астрономической единицы это сравнимо с размерами орбиты венеры и примерно в 640 раз больше чем радиус колец сатурна согласно расчетам общая масса околопланетного диска превышает массу земли а его поведение проявляет признаки хаотичности математическое моделирование показывает что подобные структуры не являются стабильными и постепенно разрушаются часть составляющих их объектов теряет скорость и падает на центральную планету другие же наоборот разгоняются и покидают диск навсегда впрочем этот процесс значительно растянут во времени и может затянуться на несколько сотен миллионов лет также в системе колец был зафиксирован крупный разрыв радиусом порядка 0,4 астрономической единицы который считается косвенным свидетельством существования в этой области экзоспутника массой около 80 процентов от земной согласно современным представлениям о физике космических тел именно такой объект способен очистить свою орбиту от мелких обломков сформировав широкий разрыв в кольцевидной структуре кроме него наблюдения свидетельствуют о наличии еще по меньшей мере двух небесных тел каждая из которых имеет массу около 30 процентов от земной и расположен на расстоянии порядка 0,25 астрономической единицы от центра коричневого карлика по аналогии с известными нам крупными планетами можно допустить что всего в пределах гравитационного влияния центрального объекта могут располагаться несколько сотен экзоспутников в том числе довольно массивных моделирование подобное системы с учетом излучения от материнской звезды потока тепла от гигантской планеты и приливных воздействий показывает что температура составляющих ее небесных тел может приближаться к комфортным значениям можно лишь представить насколько феерическим зрелищем будет являться ночное небо с поверхности подобного экзоспутника на таком расстоянии коричневый карлик занимает на небосводе в 70 раз большую площадь чем полная луна а его мягкое свечение способно рассеять мрак превратив ночь в туманные сумерки вместо россыпи звезд небеса планеты от горизонта до горизонта пересекают огромные светящиеся полосы в то же время приливные силы близкого массивного тела способны спровоцировать множество извержений на поверхности спутника а его гипотетический океан захлестнуть сушу гигантскими волнами ширина приливной зоны в таких условиях может достигать сотен километров что позволяет считать ее уникальной климатической зоной чем-то средним между сушей и дном океана тем не менее стоит помнить что подобные структуры как правило являются неустойчивыми и достаточно быстро меняют свой облик до неузнаваемости в настоящее время сложно сказать как долго мы сможем любоваться гигантскими кольцами и во что они превратятся спустя миллионы лет далекий космос полон загадочных и удивительных объектов они являются нам в виде множества фотографий огромных массивов информации постепенно раскрывая свои тайны перед всепроникающим человеческим любопытством между тем каждое открытие ставит все новые вопросы и это значит что процесс познания никогда не заканчивается а каждый ваш лайк помогает нам создавать новые увлекательные видео о космосе и далеких мирах и услышимся